Вопрос. Моя дочь задала мне вопрос. Кто тот ангел, который знает обо всём, что на земле и на небесах? Количество капель воды и количество песчинок земли? Есть ли что-либо подобное? Ответ. Хвала Аллаху. Тот, кто знает обо всём на земле и на небесах, знает о количестве капель воды, о количестве крупинок земли, это Аллах, Господь миров. Нет ни одного приближённого ангела, ни пророка, ни посланника, который бы знал всё это. Говорящий, что кроме Аллаха есть кто-то из ангелов, кто знает обо всём, что на земле и на небесах, возвёл на Аллаха ложь. Всевышний Аллах сказал. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зёрнышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании. Сура Аля-Наам, аят 59. Он также сказал. Скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят. Сура Аля-Наамль, аят 65. Ибн Кафир, да помилует его Аллах, сказал. Всевышний Аллах, обращаясь к посланнику своему, да благословит его Аллах и приветствует, повелевает ему сообщить всем творениям, что никто не знает сокровенного, кроме великого и всемогущего Аллаха. Только он один, и нет у него соучастников и сотоварищей. Тафсир Ибн Кафир, том 6, страница 207. Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сообщил, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, сказал. Аль-Бухари, номер 4697. Однако Всевышний Аллах может сообщить кому-либо из творений, что пожелает из сокровенного. Всевышний сказал. Он ведающий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми он доволен, и которым он представляет спереди и сзади стражей. Сура Аль-Джинн, аяты 26 и 27. Ученые постоянного комитета по выдачам фетв сказали. Знание о сокровенном присуще только Всевышнему Аллаху. Не ведает об этом никто из творений, ни джинны, ни другие. Если только это не то, что внушил Всевышний Аллах тем из ангелов или посланников, которым пожелал. Фетауа Аль-Ладжнедаима, том 1, страница 346. Да, среди ангелов есть тот, кто ответственен за дождь и его пролитие в тех границах, которые пожелал установить Всевышний Аллах. Этот ангел Микаиль, мир ему. У него есть помощники, которые делают то, что он повелевает им. Однако все это происходит по воле, мудрости и в соответствии со знанием Аллаха, причист он. Ангелы не могут ничего узнать или сделать, если не будет на то воля Аллаха. И это не означает, что они знают количество капель воды. Их знания ограничиваются тем, чему научил их Аллах. Они, как об этом сказал Аллах, говорят, «Пречисты, мы знаем только то, чему ты научил нас. Воистину, ты знающий, мудрый». Сура Аль-Бакара, аят 32. Ибн Кафир, да помилует его Аллах, сказал, «Это свидетельство ангелов о том, что никто не может узнать чего-либо из знания Всевышнего Аллаха, если только он по своему желанию не сообщил им о чем-то. А также свидетельство их о том, что они не знают ничего, кроме того, что сообщил им Всевышний Аллах». Тавсир и Бен Кафир, том 1, страница 225. Аллаху ведомо лучше.